На митинги у стелы «Дружба народов» города Черкеска собрались представители органов власти, политических партий, общественных и молодежных организаций. Лидеры общественного мнения, заслуженные деятели различных отраслей, выступили в поддержку вхождения в состав России четырех новых регионов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Председатель Народного собрания парламента Карачао-Черкесии Александр Иванов отметил, что это событие поистине грандиозного исторического масштаба. Всем вместе нам предстоит очень непростой путь. Русскоязычные регионы Украины уже на протяжении многих лет чувствуют на себе кровавую заботу киевского режима, пропитанного идеологией нацизма, который многие годы взращивал коллективный Запад. Теперь эта угроза нависла и над нашей страной. И наша главная задача, объединившись, сломать хребет этой многоголовой гидре, которая жаждет видеть Россию сломленной и на коленях. И все как один призывали жителей республики проявлять стойкость в это непростое для всех время, быть единым целым и вместе стремиться к процветанию и светлому будущему России. В митинге принимали участие и жители многострадальных Донецкой и Луганской народных республик, волею судьбы оказавшихся в Карачао-Черкесии. Мы надеемся, что этот референдум очень много даст людям. Даст в первую очередь свободу выбора в своей жизни, как они хотят жить, чтобы они нормально жили, работали. И чтобы уже закончилась эта агрессия со стороны Украины в отношении людей. Чтобы все было у всех хорошо. Надеемся на лучшее. Надеемся, что теперь, когда в составе России мы будем, все будет хорошо. Главным лейтмотивом всех выступлений на митинге стала мысль о том, что все мы являемся свидетелями исторического переломного времени. Однозначно мы живем в исторические времена. Об этих событиях мы будем рассказывать своим детям. Это будет описано в учебниках истории. А в такой период каждому из нас важно правильный выбор сделать. Так, чтобы когда пройдут десятилетия, вернувшись назад, никому не было стыдно. И я думаю, что каждый из нас выбор свой сделал. Мы сделали свой выбор в пользу Родины, в пользу нашей страны, в пользу наших людей. Ну и значит, будем идти до конца. На митинге звучали не только торжественные речи. Артисты Государственной филармонии Карачаева-Черкесии исполнили патриотические песни, посвященные Родине, народу и его единству. Те же, кто будут стоять за Родину-Мать, не на митингах, а с оружием в руках, военнослужащие из опаса, призванные в рамках объявленной президентом страны частичной мобилизации, сейчас проходят или уже прошли боевую подготовку. Так, накануне на базе военной части 34-й отдельной мотострелковой бригады в станице Старжевой состоялась торжественная отправка жителей Карачаевой-Черкесии в учебные центры. Все мои братья здесь, соответственно, когда узнал, с работы уехал, сам пришел сюда, чтобы уехать со своими ребятами. С кем вырос, с кем родился, выросли мы вместе. Я не мог поступить иначе, потому что мои пацаны все здесь. То есть, соответственно, мое место здесь. Занимаются здесь с нами, проводили и стрельбы, и подготовка, все это было. Все на высшем уровне. Помимо обучения, мобилизованные получат всю необходимую экипировку. Полный комплект формы из 16 предметов. Выдают все и стараются каждому, каждому индивидуально сделать условия, чтобы человек был подготовленный, одетый, обутый, сытый и уехал вместо дислокации. Мы здесь все братья. Здесь нет ни национальности, здесь нет никаких, как вам сказать, ну, чтобы кого-то угнетали, такого нет. Здесь все одна семья. Если слабый, мы подтянем. То есть, если кто-то чего-то не знает, мы научим. Если чего-то я не знаю, мне подскажут. Мы одна семья, все. То есть, одним словом я могу сказать только это так, что мы одна семья здесь. Каждый из тех, кто попал в ряды мобилизованных, точно знает, зачем они здесь. И у всех только одна цель – защитить своих близких и свою родину. Конечно, мы переживаем за свою страну, за своих детей, за своих матерей и каждых. Это наша земля, и не только Кавказ, а вообще в целом вся Россия. То есть, соответственно, у меня вся семья, то есть, ну как, прадеды, да, там все воевали. То есть, ну, пришел наш черед, все мои друзья воевали, все вот как бы. Просто пришел наш черед, Родина позвала, и мы пошли. По-другому быть не должно и не может быть. Настрой у нас сильный боевой. Дух подняли, ребята. Там сейчас находятся наши ребята, которые за нашу отчизну, за наше спокойствие, за нашу Родину, землю, которые воюют. Мы едем на подкрепление к ним, чтобы отстоять свою Родину, свое спокойствие, свои земли. От имени главы республики военнослужащих поприветствовал председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Мы столкнулись с очень большой опасностью со стороны наших врагов и руками и украинцев, и натовского оружия, наемников. Хотят в первую очередь разрушить нашу страну. Я хочу пожелать вам удачи, успехов, пообещать, что мы будем заниматься тылами вашими, тех, кого мобилизовали. Мы будем следить за соблюдением всех социальных прав и гарантий, по максимуму помогать вашим семьям. И самое главное, хочется попросить вас, чтобы вы вернулись живыми, здоровыми и с победой. Далее военнослужащие пройдут подготовку на полигонах и в специальных учебных центрах по программам механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТРов. А затем боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов. А следующий день очередную группу мобилизованных из Карачао-Черкесии лично провожал уже глава республики Рашид Темрезов. Он поблагодарил призывников и их семьи за достойное воспитание своих сынов, настоящих защитников Отечества. Я хочу поблагодарить ваших родителей, ваши семьи за то, что воспитали настоящих мужественных сыновей нашей малой родины и нашей великой страны России. Семьям военнослужащих во всех вопросах будет оказана помощь от правительства Карачао-Черкесии. Лично сам буду заниматься всеми теми вопросами и моментами, которые касаются ваших родных вопросов. Поверьте мне. Мадина Братова, Рамазан Токов. Итоги недели.